Девушки отдыхают В ближайшие полчаса мы познакомимся с историей создания замечательной кинотрилогии, в которой Марти Макфлай и Док Браун преодолели временной барьер, совершая путешествие длиной более чем век. Мы также ответим на некоторые горячие вопросы, поступившие от поклонников назад в будущее со всего мира. Мы ответим на ваши письма о летающих досках, поезде-беглеце и о таинственных событиях. Секреты трилогии фильмов назад в будущее Как видите, нам есть из чего выбирать. Эй, приятель, это ты, Кир Кэмерон? Да, сэр. Тебе только что прислали телеграмму. Мне? Именно так. Похоже, это первый вопрос. Пишет Грэдди Купер из Сью-Сити, штат Айова. Дорогие создатели фильма, посмотрев назад в будущее 2 и 3, я вышел из кино, мечтая о летающей доске. В одном интервью режиссер сказал, что они настоящие. На другой день я обошел все магазины игрушек и спорттоваров, но не нашел ни одной. В чем же дело? Не хочется огорчать тебя, Грэдди, но режиссер Роберт Замекис просто пошутил. Летающую доску еще не изобрели, но остается надежда. Но если летающих досок не существует, то как создателям фильма удалось сделать их такими правдоподобными? Что ж, это было непросто. Ловите его! Сочетая старые кинотрюки и современную технологию, создатели фильма, с помощью нескольких бесстрашных личностей, эй, как дела? Смело принялись за работу над летающими досками. Когда Майкл был показан только выше колен, эффект движения на летающей доске был достигнут с помощью обычного скейтборда. Черт, прошло 5 лет, я думал, что помню, как это делается. Почти вся городская площадь была покрыта листами фанеры, чтобы казалось, что Майкл легко скользил над неровной поверхностью. Использовалась катящаяся платформа, придающая движениям Майкла и других актеров большую плавность. У режиссера Роберта Замекиса было специальное устройство, сложная система ремней, поддерживаемая экраном, которая позволяла актерам летать. Ты будешь висеть здесь, а с помощью другого экрана мы подвесим твой телефон. Точно. Также был необходим творческий подход к установке камер. Все это для того, чтобы создать иллюзию полета. Мы соединили в фильме различные способы создания спецэффектов. Это были высокие технологии и простые технологии. Мы использовали физические и оптические эффекты. Роберт Замекис, режиссер. Для создания летающих досок применялись все известные типы спецэффектов. Режиссер. 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 Дорогие создатели фильма, похоже, актерам нелегко дали съемки в «Назад в будущее». Они либо убегают, либо преследуют кого-то, их постоянно бьют. Им на самом деле было так тяжело. Да, Миссис Шоу, фильмы «Назад в будущее», кроме всего прочего, знамениты тем, что на долю актеров выпали большие физические нагрузки. Во время съемок Майкл Джей Фокс и режиссер Роберт Замекис выработали философский подход. Майкл Джей Фокс, снимая первый фильм, мы с Бобом придумали выражение. Боль проходит, а фильм остается навсегда. И это правильный подход. Вам могут врезать пару раз, но зато получится отличный фильм. Он того стоит. Я люблю быть в будущее событий и делать трюки. Обожаю, когда я работаю над трюками, и кто-то говорит, «Я не позволю ему делать это». Но меня просто невозможно остановить. Вот идиот. Актеру Тому Уилсону нравился физический аспект его роли, но он был рад, что все позади. Что за чертовщина? Отличный удар, док. Том Уилсон. Снимаясь в фильме с серьезными физическими нагрузками, вы просто проходите через это. Я вовсе не крутой парень, а скорее наоборот. Я же не упрашивал Боба. Эй, я хочу сделать этот трюк. Упасть с крыши этого здания – это как раз для меня. Мне не нужен дублер. Хотя все три фильма наполнены захватывающими событиями, в последней части актерам пришлось решать множество новых задач. Я мчался на коне с головокружительной скоростью и крутил ласса над головой, пришпоривая коня и подгоняя его криками. Я и представить себе не мог, что однажды буду кричать коню. Я думал, что если мне придется кричать что-либо коню, это будет, типа, «Спокой, неприятель!» или «Воу!» Даже не знаю, была ли третья часть более тяжелой в физическом плане, чем вторая. Просто ежедневно приходилось делать что-то новое. Меня волокли на веревках, было много погонь, прыжков и падений. А также интересные эпизоды на поезде, бег по крышам вагонов. Просто класс, мне очень понравилось. Потом удар. Отлично. Еще разок. В съемках схваток важна не только физическая сила. Нужно хорошо продумать все движения и выучить их. Стоп, снято. Когда начинаешь снимать сцены схваток, на подготовку уходит много времени, ведь они и только должны быть захватывающими, но и совершенно безопасными для актеров. Роберт Замейкес. Не нападай на него с досадой, нападай с яростью, когда понимаешь, что он одурачил тебя. Хорошо. Итак, поехали. Начинаем. Начали. Когда актеры готовы, можно начать съемку. Люди не понимают всего очарования. Волнующего очарования Голливуда. Детки, приезжайте в Калифорнию. Приезжайте, становитесь актерами и делайте такие трюки. Ненавижу навоз. Снято. Отлично, повторим еще раз так же. Класс. Это я, Том Уилсон, говорю вам. Прощайте, от всего сердца. До свидания, друзья. Видите, быть актером не так уж легко. Нужно быть готовым ко всему. Тебя зовут Кир Кэмерон? Да. У меня для тебя письмо. Спасибо. Не за что. Интересное письмо. Его прислал Дэвид Палмер, который пишет. Дорогие создатели фильма, я только что посмотрел кассету «Флазад в будущее» в 27 раз и, кажется, нашел ошибку. 27 раз? Когда в 50-х годах Марти одевает скафандр и пугает своего отца, я заметил у него за пользом современный фен. Я знаю, что Марти не брал фен в прошлое. Объясните, откуда он взялся? Меня зовут Дарт Вейдер. Дэвид имеет в виду этот эпизод. Совершенно верно, у него фен. Но никакой ошибки нет. Я знал, я так и знал. Эти кадры из «Назад в будущее», которые вы видите впервые. Объяснение тому, откуда появился фен. Итак. Все, это мои вещи? Да. А это что за штуковина? Прибор для сушки волос. Сушки волос? Разве в будущем нет полотенец? Взгляни-ка на эти трусы. А это что такое? Будущее выглядит намного лучше, чем я думал. А это письмо от доктора Алана Берриса, профессора истории одного из университетов. Он пишет, «Дорогие создатели фильма, являясь преподавателем истории человечества, я неизменно прихожу к выводу, что история повторяется. Я правильно понимаю? Ваши выводы абсолютно верны, профессор. Марти Макфлай доказал правильность этого вывода на собственном опыте. Взгляните, каково сюда занесло. Добро пожаловать в кафе. Что закажешь, незнакомец? Пепси без кофеина. Холодную воду. Просто бутылочку пепси. Эй, Макфлай! Чем это ты занимаешься? Биф? Кажется, я сказал тебе не двигаться. Это Гриф? Ты не шеймус, Макфлай. Ты бешеный пёс Теннон? Никто не смеет говорить мне «бешеный пёс». Танцуй! Уноси ноги, приятель. Эй, постойте-ка. Ого, смотри, как он мчится. Интересное письмо написала нам девушка. Дорогие создатели фильма, я еще не посмотрела «Назад в будущее 3», но мне намекнули, что в этой части Док Браун в кого-то влюбляется. Влюбленный Док Браун? Что это за женщина, которой удалось завоевать его сердце? Очевидно, что Док не влюбился бы в первую встречную. Дама сердца Дока — особенная женщина. Согласитесь, романтические связи редко начинаются подобным образом. Прыгайте! Эмит Браун, к вашим услугам, мисс. Клейтон. Клара Клейтон. Мэри Стинберген играет учительницу, в которую безумно влюбляется Док. Мэри Стинберген. Она слегка эксцентрична и частенько витает в облаках. Ее очень интересует наука и, в частности, астрономия. Ей нравится смотреть в телескоп на звезды. Если направить ее сюда, то видно нечетко. Видите? Но если взглянуть под другим углом, все становится четко. В начале фильма Марти озабочен тем, что Док уделяет Кларе слишком много внимания. Затем он начинает понимать, что его старый друг влюбился, и это потрясает его. Док влюбился. В это трудно поверить. Вы будете часто видеть ее? Что бы это значило? Ну, могу видеть, проезжая мимо. Мил Кентон, продюсер. Марти как бы становится более взрослым, а Док влюбленным юношей. Добрый вечер. Вы чудесно выглядите. Спасибо. Она тоже слегка чудаковата, поэтому Док Браун кажется ей привлекательным. Она довольно независимая и смела. Боб Гейл, автор сценария и продюсер. Надеемся, что именно в эту женщину, по мнению зрителей, должен был влюбиться Док. Знаете, я даже рада, что змея напугала лошадей, иначе мы бы вряд ли познакомились. Мне кажется, это судьба. До того, как она познакомилась с Доком, ее жизнь была совершенно бесцельной. Не стоит благодарности. Любовь возникла мгновенно. Они своего рода родственные души. Мне кажется, в прошлом или будущем они неудачники, но когда они вместе, все просто замечательно. Я еще никогда не встречал женщину, которой нравился бы Жюль Верн. А я никогда не встречала такого мужчину, как вы. Итак, Док все-таки влюбляется, причем настолько, что хочет изменить течение времени, чтобы быть с ней. Что же произойдет, если изменить ход времени? Именно это хочет узнать ученик средней школы Вилли Рихтер. Дорогие создатели фильма, я прочитал много книг о путешествиях во времени, и во всех упомянута теория причинно-следственной связи. Можете объяснить, что это такое? Конечно. Действие Бифа во второй части «Назад в будущее» — превосходный пример теории о связи причины и следствия. Угнав Делориан и отправившись в прошлое в 1955 год, Биф смог изменить историю. Взяв с собой из 2015 года спортивный альманах, Биф овладел запретными знаниями об исходе всех крупных спортивных состязаний за предстоящие 50 лет. «Все, что нужно, это ставить на победителя, и ты никогда не проиграешь». И это обернулось катастрофой. Биф удалось создать параллельное настоящее. Кошмар стал реальностью. Суд города Хилл-Вилли превратился в казино. Городская площадь стала местом боевых действий. Эта сцена была затем вырезана из фильма. В ней показано, что осталось от школы Марти. Это безумие. Хиллдейл. А что произошло с Бифом, когда он вернулся в будущее? Похоже, его жена Лорейн застрелила его в середине 90-х годов. Как мы видим в этой сцене, которая тоже была вырезана. В 2015 году Биф просто исчез с лица Земли. Ну а этот вопрос задает множество поклонников «Назад в будущее». В своем письме маленький мальчик пишет нам. Дорогие создатели фильма, я посмотрел «Назад в будущее 3», и больше всего мне понравился эпизод с поездом. Не возникло ли у вас неприятностей, когда они сбросили этот поезд со скалы? Нет, не возникло. Сброс поезда со скалы не повлек неприятностей. Но сделать это было очень нелегкой задачей. Марти, временной контур готов? Сделано, Док. Роберт Земекис, режиссер. У Марти и Дока простая задача — разогнать Лорейн до 88 миль в час. Пойз с паровой тягой не может достичь такой скорости, но Док, будучи ученым, за несколько секунд догадывается, как добиться этого. Док, сейчас все рванет! Хотя поезд был изрядно поврежден, у создателей фильма были определенные ограничения. Естественно, мы не могли сбросить со скалы из настоящей вековой давности поезд с паровой тягой. Поэтому мы обратились к Индастрия Light & Magic, и они нам изготовили маленькую модель поезда, которую мы сбросили со скалы. Команда специалистов-механиков кропотливо изготовила модель поезда в масштабе 1 к 4. Мы не могли сделать модель меньшего размера. Кен Ральстон ответственный за спецэффекты, потому что стремились добиться нужной силы взрыва. Все должно было выглядеть правильно. На рельсах прекрасная дорогая модель. Поезд красавец. Создатели модели в восторге. А мы собираемся скинуть его с опор моста, чтобы он разлетелся на кусочки. Ходовая часть и рама — это ключевые точки. Мы ослабим их с надеждой, что поезд согнется и переломится как надо. Стив Голли, управляющий созданием модели. На его создание ушло почти два месяца, а разрушен будет за пару секунд. В съемочной бригаде нужно было шесть камер, чтобы снять падение со всех ракурсов. Последняя проверка безопасности. И все готово. Надеюсь, вам понравился рассказ о кульминационном моменте трилогии. Мне понравился. Но есть еще один вопрос, ответ на который хотят знать все поклонники фильма «Назад в будущее». Снимут ли четвертую часть «Назад в будущее»? Нет, не снимут. Но тематический парк предлагает поездку на аттракционе «Назад в будущее», который открылся в ноябре 1990 года на Universal Studios во штате Флорида. Меня зовут Кир Кэмерон. Спасибо за компанию. И помните, будущее такое, каким вы его делаете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...